Магнитогорский «Металлург» продолжает свою очередную выездную серию. После яркой победы над Салаватом Юлаевым подопечные Йозефа Яндыча отправились в подмосковную Балашиху, где в третий раз в сезоне сумели взять верх над «Авангардом». А спустя двое суток в Астане успешная серия команды прервалась. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Если на «Магнитогорском льду» «Металлург» и «Авангард» чередуют победы с поражениями, то на своей домашней площадке «Амичини» могут выиграть у нашей команды с ноября 2012 года. Прервать затяжную неудачную серию хозяевам не удалось и в этот раз. Только в стартовом периоде они трижды получили шанс реализовать численное преимущество, но не сумели пробить Артема Загидулина. В дебюте следующего отрезка голкипер гостей все же пропустил. Отличный сольный проход увенчал голом лучшие бомбардиры снайпер Ястребов Сергей Широков. Но на экваторе встречи магнитогорцы со второй попытки реализовали большинство. Великолепный розыгрыш с участием Мэтта Эллисона и Дениса Расмусона ювелирным броском завершил капитан «Металлурга» Сергей Мазякин. В оставшееся время подопечные Юзефа Яндача заработали еще четыре малых штрафа. Но если с игровой дисциплиной и действиями на вбрасываниях у гостей в этот вечер были проблемы, то в меньшинстве они отработали блестяще. А решающую шайбу, первую для себя победную в сезоне, в середине заключительного отрезка после передач Михаила Буллержа и Дениса Расмусона забросил Иеро Пакарином. 1-2. Магнитогорцы в восьмой раз подряд обыграли мячей в гостях и уже трижды взяли верх над принципиальным соперником в нынешнем чемпионате. Такой соперник, который не нужно дополнительно мотивировать ребят. Ребята сегодня вышли с самоотдачей, жертвовали собой, ловили шайбу на себя. Очень много играли в меньшинстве и очень хорошо сыграли в меньшинстве. И опять же забили гол в большинстве, который в принципе был одним из решающих в этом игре. Матч с Борисом не задался с самого начала. Уже в стартовом периоде магнитогорцы допустили массу ошибок в обороне, но до поры уверенные действия Артема Загидулина помогали гостям захоронять нулевую ничью. Однако на 23-й минуте хозяева забили. Открыть счет Павлу Акользину помог удачный рикошет. А за несколько секунд до второго перерыва дало сбой большинство Металурга, стабильно приносивший успех в последних играх. Мэтью Фреттин убежал в контратаку и эффектно переиграл галкиперомагнитке. В дебюте заключительного периода еще один позиционный провал гостей позволил Никите Михайлису довести разрыв до крупного. К чести подопечных Яндыча они снова бились до конца. Несмотря на то, что ни одна из четырех попыток реализовать численное преимущество так и не воплотилась в гол, Металург едва не сумел отыграться. Сначала отличился Роман Любимов, ассистировали ему Никита Яськов и Архип Николенко. А на 59-й минуте после передач Ника Шора и Николая Кулемина в четвертом матче подряд забил Иеропа Карина. Увы, оставшегося времени нашей команде на спасение не хватило. Три-два. Конечно, они проигрывали и в третьем периоде добавили. Ну, неплохо, не просто нам было, но ребята молодцы. Спасибо команде. Выездная серия «Металурга» завершится 5 декабря матчем против Сибири. Прямую трансляцию из Новосибирска смотрите в нашем эфире в среду в 17 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВ.